Уже неделю Екатерина Глазкова не выходит из дома. У девушки перелом копчика. Она подскользнулась и упала на улице, когда вела ребенка в детский сад. При ее травме гипс не наложишь. Теперь Екатерине придется целый месяц соблюдать постельный режим. Упала я сильно. Была очень резкая, сильная боль. Вернулась домой. Какое-то время потерпела. Все-таки решила, что нужно съездить к травматологу. В результате сделали рентген. Рентген показал, что падение мое спровоцировало перелом копчика. Заленевшую дорогу, где упала девушка, все-таки посыпали. Но на некоторых улицах в этом же районе все еще скользко, жалуются люди. Сыпят на центральных дорогах. На тех, которые народу много ходят. Там сыпят. А вот при домовье очень плохо. Очень скользко. Выходишь с детьми, падаешь. Тут сколько. Сама лично упала. Вот тут недавно. Теперь хожу еле-еле. Да, плоховато. В мэрии отвечают. Борьба с гололедом ведется круглосуточно. Проезжую часть обрабатывают с помощью техники, а пешеходные зоны посыпают песко-соляной смесью. Ежедневно, ЦУГД и круглосуточно по своим разработанным маршрутам. Работают ночью техники побольше, людей поменьше. А днем в среднем от 69 до 72 единиц техники у нас работает. Как на противогололедной обработке дорог, так и на противогололедной обработке тротуаров, остановок и всего прочего. В день мы используем порядка 20-22 кубометров песко-соляной смеси. Около тонны Бионорда. Это антигололедный реагент. Поэтому такие работы ведутся не только ежедневно, но и круглосуточно. Обратиться с жалобой на гололед можно в Центр управления городскими дорогами. Но если территория придомовая, то нужно идти в управкомпанию. Именно они занимаются посыпкой тротуаров во дворах. И пока задачи справляются плохо, показала проверка прокуратуры. Руководителям 87 управкомпании региона ведомство уже вынесло предупреждение. Наказать виновника за бездействие можно и через суд, и даже взыскать с него ущерб, говорят юристы. Для этого нужно зафиксировать травму на месте. Важно, если вы упали, например, упала сосулька на вас, либо вы упали на льду, ударились сильно, вы понимаете, что у вас серьезная травма. Необходимо на месте вызвать скорую, вызвать полицию, для того, чтобы засвидетельствовать факт. Да, составляется определенный протокол, документы о том, что действительно произошло происшествие. Это раз. Это полиция составляет. Второе. То, что касается скорой помощи, то скорая забирает вас конкретно с места происшествия и видит, что произошло. Это тоже в медицинских документах будет описано. В судах нашего региона уже были примеры того, что за падение на льду платили большие компенсации. Например, во Владимире за перелом ноги мужчина получил 450 тысяч рублей. Зыскать деньги можно не только с городских властей и управкомпании, но и с торговых центров и других частных организаций. Все зависит от того, кто несет ответственность за скользкую дорогу.